15 февраля состоялось очередное еженедельное совещание под председательством главы городского округа «Город Буй» Игоря Ральникова. По сообщению МОМВД России Буйский, за прошедшую неделю поступило 132 сообщения от граждан. О происшествиях – 33, без вести пропавший – 1, найден, причинение телесных повреждений – 6 фактов, 4 кражи, 9 смертей некриминального характера, ДТП – 8 фактов, 4 мошенничества. По административной практике составлено 194 протокола. За распитие спиртных напитков и нахождение в пьяном виде – 13, один пьяный водитель. Татьяна Попова, заместитель главы по социальным вопросам, проинформировала, что за период с 8 по 14 февраля выявлено 15 случаев заболевания COVID-19, двое граждан старше 60 лет. Режим самоизоляции для данной категории продлен до 25 февраля. На 15 февраля общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 753 человека, выздоровело – 711, в стационаре – 11 человек, умерших – 16. Всего за весь период прививочной кампании от коронавирусной инфекции вакцинировалось первым компонентом 590 человек, вторым – 39. По сообщению генерального директора предприятия «Тепловодоканал» Ларисы Золотовой, по отделу теплофикации остаток угля составляет 241 тонну. В выходные поступило еще два вагона. Поставщик все свои обязательства по поставке угля выполнил. По водопроводно-канализационному хозяйству была устранена утечка по социализму 31. Занимались прочисткой самотечной канализации. По НФС цветность воды из резервуара в город – 34 градуса. Все заявки, поступившие в аварийно-диспетчерскую службу управляющих компаний, выполнены. В выходные дни производилась как механизированная уборка дворов от снега, так и уборка дворниками вручную. Все дворы очищены. Жало по поводу несоответствия температурного режима в многоквартирных домах не поступало. По сообщению управляющей компании «Вира», по работе с должниками направлено 125 претензий на сумму 284 тысячи. От службы судебных приставов поступило 4 тысячи 800 рублей. По сообщению управляющей компании «РЭК», по работе с должниками выставлено претензий на сумму 144 тысячи 157 рублей. В связи с обильным снегом в выходные дни дорожная организация приступила к уборке снега в воскресенье в 3 часа утра. Расчищали сначала маршруты движения общественного транспорта, остановки, тротуары, пешеходные переходы, затем перешли на второстепенные дороги. Расчистка частного сектора будет осуществлена в ближайшее время. Одновременно осуществлялась посыпка песком. За неделю очищены от наледи три колодца. Проводится количественная инвентаризация контейнеров. Начальник отдела образования Ольга Валенкова доложила о заболеваемости ОРВИ в школах и детских садах. Пять групп в детских дошкольных учреждениях закрыты на карантин. В основном температурный режим в дошкольных учреждениях и школах соответствует норме. Светлана Муравьева, начальник отдела культуры, молодежи и спорта, доложила, что все учреждения работают в штатном режиме. Руководители отделов доложили об исполнении предыдущих поручений. В железнодорожной бане, пострадавшей от пожара силами арендатора, восстановлена кровля. Требуется замена водопровода. Ведется корректировка сметной стоимости газовой котельной музея и дома детского творчества для получения финансирования и строительства в текущем году. Подрядчик для установки теплового счетчика в детском саду номер 2 «Ивушка» определён. Готовятся документы для производства работ. Руководителям городских служб и организаций поручено осуществлять регулярный контроль за температурным режимом в учреждениях города и многоквартирных домах. Начальнику дорожной службы своевременно, согласно графика, производить очистку и обработку дорог, тротуаров, остановок, переходов, своевременно реагируя на жалобы и обращения граждан. Продолжение следует...